здравствуйте дорогие друзья в июле 2018 года вместе с евгением ведущим каналы разгадки истории мы ездили по разным интересным местам тульской области среди многих посещенных тогда мест был храм архангела михаила о котором уже вышли фильмы и на нашем канале и на канале евгения в этот раз мы посетили круглое озеро которое находится в двух километрах от села крапивно щекинского района тульской области на канале евгения также вышел фильм по этому водоему обязательно посмотрите у него много интересного само село крапивно имеет очень интересную и запутанную историю про него будет отдельный фильм и вероятно даже не один а сейчас в качестве информации к размышлению краткая официальная историческая справка село бывший город крапивно расположен в щекинском районе тульской области административный центр крапивинского сельского поселения по состоянию на 2010 год население 1069 человек село расположено на реке плава высота над уровнем моря 161 метр впервые крапивно упоминается в завещании князя дмитрия донского в 1389 году в котором он отзывает ее в пользу своей жены княгине евдокии также существует версия о более позднем основании крапивны в 1568 году самое интересное что существует целых четыре официальных версий переноса современной крапивны на то место на котором она располагается сейчас все эти версии утверждают что изначально крапивна располагалась юго-западнее на 15 километров в районе деревни старая крапивинка но затем после нашествия некого войска была разрена сожжена и заново отстроена на новом месте где и находится поныне у всех этих версий разница только в том чьи именно войска сожгли крапивну и в каком году конец краткой официальной исторической справки друзья повторюсь по самой крапивне еще будет фильм где мы будем разбираться во всех хитросплетениях но если кто хочет узнать подробнее информации прямо сейчас то ссылки будут в описании под фильмом на youtube канале неофициальная история забегая немного вперед скажу что крапивна была крепостью звездой сохранилась карта 18 века причем судя по карте это уже новое месторасположение крапивны так как мы видим реку плава на которой крапивна стоит и в наше время как я уже говорил разборах хитросплетений истории связанные с крапивной будут в другом фильме но уже сейчас вы можете выдвигать свои версии что же там на самом деле случилось возможно кого-то есть другие старинные карты или документы или свои мысли пишите в комментариях интересно будет обсудить а сейчас друзья предлагаю вам совершить прогулку непосредственно к озеру о котором собственно сам фильм мы оставили машину недалеко от деревни пушкарская слобода и пошли пешком вдоль реки плава попутно измеряя радиоактивный фон на местности на полях и дороги он составлял 10 15 микрозивертов в час что вполне в пределах нормы интересно что со стороны реки это озеро выглядит вот так чем-то похоже на бал или дамбу и по ней уже проходит дорога которая идет вдоль озера и все время заворачивает вправо но оно и понятно дорога обходит водоем по кругу спустившись от дороги ближе к воде и произведя замер радиации там мы обнаружили фон в 22 26 микрозивертов в час что отличалось от показаний в поле в два раза конечно это тоже в пределах допустимого и в обычной ситуации на такие показания никто и никогда внимание не обратит но возникает резонный вопрос откуда такая разница в два раза и это уже нельзя списать на погрешность прибора следующий момент на который мы обратили внимание это то что часть склона напротив реки со стороны водоема обложена бетонными плитами понятно чтобы не размывала видимо здесь бывают большие волны или сильные течения в водоеме диаметром 500 метров подчеркиваю плитами выложена только сторона обращенная в направлении реки упа на других берегах озера бетонных плит нет и они спокойно размываются и обваливаются например на карте сейчас видно что озеро имеет вид полумесяца однако даже местные жители рассказывали что оно было идеально круглым то есть берега постепенно оползают внутрь водоема также местные жители нам рассказали свою историю этого водоема по их словам это полностью искусственное озеро вырытое для орошения полей но когда и кем оно вырыто они не знают знают что советское время в него запустили карпов также бойцы пиявки лягушки больше никакой живности нет что интересно по словам самих местных жителей они в этом озере не купаются а предпочитают купаться в реке которая протекает буквально в 200 метрах рыбу озере ловят редко это ради спортивного интереса и в пищу не употребляют на наш вопрос зачем был строить такое большое озеро для полива полей ведь рядом есть речка был дан простой ответ что река далеко поэтому было решено сделать озеро повторяю от озера до реки всего 200 метров при этом ради сомнительного уменьшения расстояния в 200 метров роют идеально круглое озеро диаметром 500 метров с укреплением берегов бетонными плитами только лишь со стороны реки для орошения всех близлежащих полей целых двух штук если бы это озеро находилось в удалении от речки где-то в полях то это еще было бы похоже на правду но копать его возле слияния двух рек в этаком уголке это реально притянуто за уши версия в которую мы никак поверить не можем по нашему мнению работы свое время проводимые на этом водоеме были не строительными а дезактивационными вода очень хорошая защита от радиации а плиты положили чтобы весенним паводком весь этот бульон не размыл берег и не попал в речку ведь тогда масштабы трагедии представить даже трудно так как упа впадает в аку ака в волгу заражение всех этих рек был бы бедствием похлеще чернобыльской трагедии и насосное что стояло на берегу озера качало воду в него из реки для поддержания должного уровня и не допущение пересыхания а также для полива полей но подчеркну водой из реки а не из озера а судя по тому что в советское время запустили карпов то пик угрозы радиоактивного заражения уже спал и за или на дно воронки теперь не позволит радиации распространяться до полного распада предвидя ваш вопрос а почему ядерным взрывом не засыпала реки отвечу не знаю почему не засыпала может и засыпала но вода всегда найдет дорогу и промоет себе новое русло по предварительной оценке по диаметру воронки в 500 метров мощность ядерного взрыва на этом месте могла составлять около 1 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте это очень приблизительная цифра так как размеры воронки зависит от мощности боеприпаса типа ядерного заряда состава грунтов а также высоты на который заряд был подорван вполне возможно что все это просто очередные совпадения и никакого ядерного взрыва не было и перенос крапивны также совпадение притянутые за уши но если это всего лишь совпадение то тут должен заметить что их уж слишком много на одну единицу территории что само по себе уже подозрительно здравствуйте а вы местные скажите пожалуйста этот озеро пруд это что такое ну понятно в результате чего на такой круглой формы не знаете она искусственное озеро она качалась раньше там будет здание такое коричневого кирпича она качала там насос качались речки воду ага сюда она поступала здесь была на большего здесь вода была в данных ваших как положено было бы вода перестали насос сломались перестали качать и все и водохранили ну да типа этого а с какой целью тут рыбу разводили рыбу этого была колхозная этого поле то и поля с нее состы из нее трубы тут по всем полям идут с этого озера и орошали поля а с речки не проще было рашить поля далеко там труба это мы сделали озеро для орошения до искусственное озеро я тут он ведь этих деревьев не было вода везде вода она была озеро большое очень большое друзья на этом я с вами не прощаюсь тема будет продолжена и развита пишите ваши мысли в комментариях любые версии чем по вашему мнению могло быть это круглое озеро на самом деле и не забудьте посмотреть фильм евгения про это озеро ссылка будет в описании благодарю вас за внимание всего вам доброго до новых встреч и и и Продолжение следует...